Компания Apple выпустила iOS 17.3.1. Что там нового и интересного, кратко расскажу в сегодняшнем видео. Меня зовут Максим, вы на канале Demons Lounge. Поехали! Да, на самом деле очевидно, что это срочное экстренное обновление, которое компания Apple периодически выпускает. Что здесь нового и интересного в этот раз? Ну давайте, во-первых, начнем с того, что вес обновления 200-400 МБ в зависимости от вашего устройства. Если обновляетесь с iOS 17.3, если с более старых версий, то может быть, естественно, вес будет больше. Напоминаю, что если у вас стоит iOS 17.4 бета, то эта версия вам не придет, потому что iOS 17.4 новее, чем iOS 17.3.1. Помимо этого, выпустили у нас еще версию iPadOS, macOS и, конечно же, watchOS. Там все те же правки по безопасности и правки по багфиксам, что у нас, собственно, и в iOS. Если мы смотрим на то, что нам заявляет Apple, что они изменили, то у нас с вами там багфиксы. В частности, у нас с вами есть багфикс того, что мог задваиваться текст или исчезать при вводе на клавиатуру. Якобы они это поправили, лично я с таким никогда не сталкивался. Понятное дело, есть какие-то еще баги под капотом системы, как это обычно бывает. Ну и по патчам безопасности традиционно там тоже были осуществлены обновления, но в этот раз Apple не говорит, какие конкретно. То есть ничего публично они разглашать не стали. Да, мы обновили безопасность, но что именно, остается секретом. Если мы говорим о том, как работает эта версия, то в целом все плюс-минус на том же уровне. Если смотрим производительность, она осталась примерно такой же. По автономности, естественно, завтра в Телеграм-канале, ссылочка внизу в описании. Я вам расскажу, как обычно, как что работает на моем устройстве, чтобы вы могли сравнить с предыдущими версиями. Ну и вообще, как всегда, напоминаю, забегайте в Телегу, у нас там много классного интересного контента, а вы все еще не там. Там делюсь прям вот эксклюзивчиками и особо не спамлю, поэтому рекомендую подписаться. Устанавливать ли себе эту версию? Глобально, как и всегда, в таких случаях я говорю так. Если вы такой человек, как я, которому в принципе не важно, там сильно на автономность, вы просто смотрите и устанавливаете. Если вы прям сильно радеете за автономность, боитесь, что что-то сломается, а в целом в iOS такое может случиться, то пока подождите. Если у вас работает все хорошо, лучше не ломать то, что работает хорошо, тем более в этой версии глобально ничего прям нового интересного нет. Если же вы такой, как я и вам в целом пофигу, то welcome, конечно же, обновляйтесь. Ну а большое обновление нас ждет вот в iOS 17.4, которое, напоминаю, выходит в марте, там и сторонние магазины приложений, и новые эмодзи, и много различных дополнительных улучшалочек. Вот это все к марту мы с вами уже увидим, конечно же, я буду дополнительно вас об этом информировать. Если такой ролик понравился или был чем-то полезен, просто ставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите, и YouTube пришет уведомление с выходом нового ролика. Конечно же, в комментах пишите, кто поставил и как у вас работает, не забывайте указывать устройство, потому что многие смотрят, такие, ага, iPhone X работает, все хорошо, накачу-ка я. Поэтому не забывайте указывать модель устройства, другим людям будет интересно почитать. Ну и, конечно же, вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели все, а как-нибудь жмите, чтобы подписаться на канал. У нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok